Губернатор Ненинского округа Юрий Бездудный посетил 4-ю городскую школу. Визит в учебное учреждение был спонтанным. Поводом для него послужила жалоба ученицы 11-го класса. Девушка рассказала главе региона, что в кабинетах холодно, а на одной из стен образовалась плесень. Вместе с комиссией наш коллега Ольга Русл выясняла, так ли это на самом деле. Посещение школы начинается с, пожалуй, самого важного места – столовой. Ежедневно здесь получают вкусное и полезное питание более тысячи человек. Буквально через 10 минут начнется обед. Все готово, чтобы принять школьников. Сегодня мы кормим бигас с мясом, солениной нашего производства. То есть бигас – это капуста с мясом, апельсин, хлеб и компот. Хорошее сбалансированное питание. В школу главу региона пригласила Юлия Зорина. 11-ти классница в составе комиссии обходит коридоры и кабинеты. Юлия, как сейчас? Тепло в кабинетах? Ну, сейчас потеплело, да. У нас, тем более, в конференц-зале тепло. Да, мы зашли в один из кабинетов, там ребята сидят в футболках. Но зимой все равно холодно. Еще один важный узел школьной жизни – библиотека. Глава региона Юрий Бездудный отметил уют в помещении большой выбор разнообразной литературы. Ребята с удовольствием посещают. Особенно начальная школа, самые активные читатели. Ну, а среднее звено в основном берут все, конечно, по школьной программе. А началка любит всякие книги такие интересные. А старшие уже в интернете сидят? Ну, приходят и в библиотеку приходят. Мне все все-таки считают, что бумажный вариант лучше, чем электродный. Еще одно культовое место четвертой школы – музей. Здесь собрана вся история учебного учреждения за его 81 год существования. Фотографии, документы, личные вещи бывших учеников – все сохраняется верой гербовой. И о переменке школьной, и о одноклассниках. Это все ребята пишут? Все ребята. И вот написано, видите, какой год, какой класс. Просто мы сделали сборник. Кроме того, в регламенте губернатора посещение классных комнат. В этом кабинете размещаются ученики первого класса. Видно, что в классе тепло и просторно. А это кабинет химии. Надо отметить, что в нем уникальное для округа оборудование. Школьники имеют возможность получать здесь все необходимые знания и проводить опыты. Но со временем обветшали парты. Следующая точка – актовый зал. Хороший зал. Есть все необходимое оборудование? Все есть необходимое оборудование. За занавесом там экран. Полностью мы туда выводим все презентации, какие у нас нужны. Или на пиццовете, или во время праздников. В спортивном зале летом провели ремонт. Поменяли напольное покрытие. И теперь ученики школы занимаются здесь по полной программе. Учится, логерный зал. Призовое место займем. Он такой универсальный. Здесь можно заниматься всеми видами. Баскетбол, волейбол, футбол. Да, да. И достаточно тепло, хорошо. Ну, они все. Ну, здесь они же бегают. Они же в движении. Еще одному спортивному залу требуется обновление. Примерная стоимость работ, которая потребуется на реконструкцию помещений – 4 миллиона рублей. Начать и проводить ремонтные работы можно только после того, как в школе закончится проведение единого государственного экзамена. Мы сейчас смотрим с своей стороны, когда это можно по бюджету дать и дополнить заявку на ремонт этого зала. Поэтому, как только будет сейчас, на этот год у нас запланирован маленький ремонт именно по самой школе. А дальше уже будем планировать ремонт самого обновления зала. А это та самая злополучная стена – последствия протекшей крыши. Починить ее в течение учебного года нет возможности. Теперь придется ждать летних каникул. До 1 сентября не успели просто-напросто это сделать. Мы вот сейчас это запланировали этим летом. Мы хотели чуть пораньше, но во время образовательного процесса нам запретили. Подводя итоги визита, губернатор Ненецкого округа отметил – в школе созданы хорошие условия для обеспечения учебного процесса. Здание относительно новое, но и ему требуется плановый ремонт. Сигнал нам всем и школам, всем учреждениям, чтобы в летний период проверить все системы отопления и при необходимости промыть их, поменять. То есть сделать все, чтобы в следующем году зимой дети не мерзли. Глава региона дал поручение руководителю профильного департамента держать этот вопрос на контроле. Он в свою очередь доложил, что уже создана специальная комиссия. Для этого уже будут решения по СП, когда будем подготовиться с первого сентября, уже эти проблемы будем, будем, уже и ликвидированы будут. Самое главное, чтобы следующая зима, какой бы она суровой ни была, не застала нас врасплох. Поэтому в летний период уже готовы. Все эти замечания нужно оставить. Напомним, в новое здание школа переехала 10 лет назад, в 2010 году. Ольга Русул, Антон Водряков, Телеканал Север.